Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Trader Live Simulator. Собственно говоря, сейчас у нас с вами уже целая, по-моему, 18 серия, если мне, опять же говорю, не изменяет память. Начали мы вот с такой вот неожиданной обстановочки, и мы едем сейчас, значит, знаешь куда? В магазин расставлять товары. Как ты любишь, поровнее, покрасивее, чтобы, ой, блядь, чтобы немножечко у нас всё было хорошо. Сейчас ты увидишь, в каком состоянии находится мой магазин, потому что я не заморачиваюсь по поводу правильности красивой расстановки во время того, как сам играю. То есть я для вас делаю всё красивенько, а для себя делаю всё вот как получится. Чтобы красивенько было на видео, я делаю красиво. А вот когда я играю один, ну, во-первых, это сделано для ускорения процесса, как бы так сказать. А во-вторых, это сделано для того, чтобы... Да просто чтобы быстрее это всё происходило. Я, блин, издеваешься, что ли? Я замотаюсь тут. 3000 долларов мы собираем с нашей кассы. Идём, бросаем денюжку на счёт. На счёт в банке мы идём, бросаем денюжку, чтобы положить их на карточку, эти денюжки. Сколько нам нужно положить? Давай сразу 150 киданём туда и не будем париться, чтобы нам точно хватило. Вот. 150, кстати, долларов кредита мне осталось выплатить, чтобы вообще быть никому не должным и спокойно себе жить. Привет, попрыгунчик. Так, спокойно себе жить и не париться вообще по поводу денег. То есть, что у меня перестанут списывать эти деньги и будут списывать только за электричество и только за... 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 Как её называют? За персонал. За персонал будут списывать. Давай ноутбук возьмём и оплатим счета за электричество, потому что очень темно здесь в магазине стало. Вафли, вафли мы кладём к морозильнику. А сейчас мы с тобой, знаешь, чем будем заниматься? Мы с тобой купим полочки. Купим полки, чтобы было вообще всё классно. На 2900 долларов можно купить уже полок, я думаю. Хотя... Хотя мы этим займёмся в следующий день. То есть, сейчас расставим товары. Сейчас у нас ещё магазин работает. Так как он работает, мы не будем никуда торопиться. Ну, чё... чё нам нужно... зачем нам нужно торопиться? Мясо, кстати, купил. Да, я деньги... деньги все в ноль потратил, чтобы купить мясо, чтобы купить вот всё, что необходимо в наш магазин. Но, знаешь, чё самое обидное? Это то, что... чё я взял? Подгузники я взял. Обидно это то, что ты пока покупаешь одни товары, тебе приходится покупать другие товары, потому что они заканчиваются. Я хочу заметить, что я немножечко не по центру сижу, сейчас прям оп-оп-оп-оп-оп-оп вот так вот сделаю. Вообще красота. Бабы мы берём, бабы кладём вот сюда, чтобы их здесь выложить. Ткань. Ткань это в химию. Кстати, как ты можешь заметить, я перестал экономить на еде. Я теперь вообще в мажорию и покупаю всё, абсолютно всё. Я покупаю еду себе, я закупаюсь мясом, закупаюсь овощами. Даже картошку фри купил, понимаешь? Это, это, это не может остаться незамеченным. Я думаю, ты должен написать в комментариях, что очень рад тому, что я купил эту картошку фри. И надеюсь, будет хороший звук, опять же, с микрофона, потому что пока ещё не уверен. Я с этими настройками заколебался, честное слово тебе говорю. Я мучился с этими настройками, он плюёт, 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 плюёт этот микрофон. Ладно, кто он-то, блядь, я и плюю-то. Я плевал в этот микрофон. Ладно, плюю. Так он ещё и трещит. То есть, пока нормально не обработаешь, этот микрофон шумит, очень шумит. Потому что выкручен он достаточно громко, чтобы ты меня слышал. Как бы, ну, много же жалоб всё-таки. Люди пишут, что... Ты, может, даже написал, что тебя плохо слышно, что так-то, так-то. Давай микрофон свой погромче сделай, поближе пододвинь. Я пододвинул поближе, начал трещать, понимаешь? А, точнее, начал плевать. Сделал погромче, начал трещать. Вот так незадача. Вот. Чё мы делаем? Мы раскладываем в морозилку все товары, которые у нас есть. Кстати, хочу заметить, мне нужны вафли. А вафли... Точнее, нужно вафли разложить. И... Да чтоб тебя, ну... Мясо давай разложим на верхнюю полочку. Мы займёмся сейчас холодильниками. Наверное, купим холодильник, который стоит... Или который не стоит. Я просто пока ещё не разобрался, что мне нужно будет покупать. Что не нужно будет покупать. Как такового, план магазина у меня будущего нет. Поэтому... 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 Будем сейчас над ним как раз-таки и думать. Ну, просто, знаешь, план магазина... Это то, что я не хухры-мухры произвзял, да накупил всего, что только можно. Нет. Нужно придумать, что нужно нам приобрести. Как это всё поставить. Точнее, сначала нужно придумать, как это поставить. А потом уже приобрести. Вот здесь я думаю поставить холодильник ещё. Хотя... Вот ерунда получается. Потому что... Потому что... Сейчас я поставлю мясо и придумаем. Тортов единственное, что я не купил. Мне денег не хватило. Представляешь, торты... Вот эта классная штука, она... Кто она-то? Торты. Торты. Торты очень хорошо разбираются. Тем более, когда ты уходишь из игры. И просто сидишь там, знаешь, рядышком что-то делаешь. Какими делами занимаешься. И они так раз, два, три. Хренак нет тортов. Куда делись? Как делись? Блин, никому они не нужны были. А это сейчас оп. И внезапно появились. Я, кстати, багетов накупил. И как ты можешь заметить, что их стало гораздо меньше, чем 10 штук. Их тут вот всего... Лишь на всего 7. То есть трешечку купили. Хотя, знаешь... Вот багеты покупают очень редко. Багеты очень редко. Я два часа, наверное, сидел... Что такое? А, это... А, все правильно. Два часа куковал, сидел, ждал, пока наконец-таки здесь все продадут. И чтобы вот я мог спокойно собрать прибыль и начать записывать. И за это время, вот за два часа, да, наверное, за два и продал, да. Три байт батона этих. То есть они нахрен никому не нужны, эти батоны. По факту, ну, очень люди все хорошо покупают соусы. Вот соусы очень хорошо заходят. Соусы вообще, блин, не успевают даже на прилавок поставиться. А уже их покупают. Угу. Писали, что вот большой товар туда клади. Маленький товар сюда клади, чтобы там видно было. Да нет, ерунда все это. Я такой системой не увлекаюсь. Знаешь, ты просто берешь и ставишь. Берешь и ставишь, чтобы это было видно, чтобы это стояло в холодильнике. Все. Блин, вот криво же поставил. Ну, что же тебе делать-то? Вот. По моим соображениям, как бы, нет необходимости уж совсем-то вот так вот придираться к правильной выкладке, знаешь. И выкладывать так, как прямо в магазинах нужно выкладывать. У нас наш выдуманный магазин, и все-таки настоящий магазин. Тем более, здесь одни уголовники ходят, ну, даже не работают. На что они покупают, за что они деньги получают здесь тоже непонятно. Разбоем заниматься здесь негде, кроме как в мой дом. Кстати, может быть, мой дом и обнесли, поэтому сейчас я, можно сказать, выкупаю у них его обратно. Блин, слушай, хорошая идея. Хорошая теория. И я думаю, что этой теории мы, блядь, не будем придерживаться. Ты можешь ровно ставить. Ну, криво она ставила, и все. И теперь у меня вся жизнь наискосок пойдет. Из-за того, что вот, прям вот аж душу режет вот эта вот криво поставленная, вот эта вот криво поставленная пачка бургеров. Кстати, ты видел где-нибудь, что бургеры продавались именно в таких упаковках? Я вот нет. Я видел в одиночных упаковках, то есть вот в персональных, ну, как в персональных, в этих, в обычных этих пакетиках. Наверняка видел, такие в заморозке лежат. Они лежат, и стоит такой полтинник, по-моему, этот бургер, и его греешь. А, блин, в микроволновке, если его погреешь, короче, он такой вообще неприятный. Он в микроволновке, если его погреть, то, как тебе сказать-то, он греется так неравномерно. Его нужно, наверное, сначала растаять, а если его растаять, то, блин, он вообще в кашу превращается. Короче, не бери его, если, конечно, не хочешь поэкспериментировать. Если хочешь экспериментировать, покупай. Как бы мне это не жалко, покупай. Деньги твои, выбор твой, бери да покупай. Но я покупал, блин, он очень горячим становится в микроволновке. А когда он очень горячий, я обжег себе весь язык. Два раза я, наверное, покупал такой бургер. Ну, типа, попробовать хотел. В первый раз попробовать, а во второй раз освежить, так сказать, воспоминания. Которые были, в принципе, и так не особо не свежими. И как-то я купил, а потом как-то думаю, блин, а на кой я его купил-то? Съел, и он такой неприятный был. Ну, из-за того, что он перегрелся. Ой, блин, вот, что я тебе еще могу рассказать? Рассказать я тебе могу много чего. Видосов не было аж целых два дня, представляешь? Ну, как два дня? Вчера, сегодня, не знаю, когда выйдет этот видос. Но я думаю, что он выйдет. Я думаю, что он выйдет, вот. Самое главное, чтобы он вышел. Самое главное, чтобы меня сейчас нервы не сдали, блин. И я продолжу играть дальше. В предыдущей серии мне там комментарии написали по типу Ты очень безрадостно играешь в эту игру. Знаешь, не то, чтобы безрадостно. Ну, не то, чтобы. Ты прав, конечно. С одной стороны, ты прав. Тут как бы... Есть правда. То, что радость как таковой мне особо не приносила та запись. А знаешь почему? Потому что, во-первых, у меня как бы такое бывает иногда, что просто не было настроения записывать это все дело. Но я понимал прекрасно, что нужно записать. Я понимал, что нужно записать именно сейчас, а не потом. И получилось, что я записал. И я понял потом, что не очень-то хорошо у меня все с подачей. Вообще, ну, не очень хорошо все с подачей получилось. Как-то очень грубо все было. И, в принципе, не очень классно. И сейчас. Вот. И получилось, что... Я уже выложил. Думал, что... Ну, мало кто заметит это все дело. Но у нас люди внимательные. Молодцы, конечно. Написали, что я был в не очень хорошем настроении. И с очень большой радостью это все записывал. Ну, не то, чтобы без радости. Знаешь, вот... Я хотел записать. И мне как-то вот это однообразие все... Оно... Н... Н... Доколебало, честное слово. Как бы... Ничего страшного в том, что мы играем в эту игру. Нет. Я вроде что-то как куда-то двигаюсь. Вроде как бы я что-то как-то, ну, делаю. Но... Знаешь, что мне не нравится? То, что я не могу... От меня особо не зависит, как таковы... Как таковой результат этой игры. Я просто-напросто сижу и выжидаю, когда же там продадут эти там, не знаю, яйца, эти товары, которые я покупал в предыдущий день. И получается, что вот просто, знаешь, игра ожидания. Даже кликеры гораздо веселее. Кстати, в кликеры, если кто-то играл, то прям вот, я не знаю... Я много кликеров переиграл. Я даже писал свой собственный кликер. У меня что-то похожее, конечно, на это было. Но не прямо, но рабочее было. Вот. Когда-то я увлекался этим всем. И вот так вот. Так вот. Я что-то хотел сначала вот этим всем заняться без записи, потом накопить денюжку и потом уже записать. А потом решил, думаю, блин, а что? А что нет? Людям же нравится, как я выкладываю тут товар. Почему нет? Почему я должен вас лишать этого, так сказать, удовольствия? Правильно? Правильно. И решил такой, а что нет? Давай запишу. И записал. Вот и записываю, сижу. Представляешь? Такая вот история. Такая история, да. Ну-ка. Вот. Смотри. Вообще всё в целом-то влезает. Кроме вот пиццы с овощами, вафли и фри. Ну, давай займёмся вафлями. Вафлями мы займёмся... Ой, нет, 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 нет. Вот сюда не надо ставить. Давай вот сюда вот наложим. Да поставься ты. Вафли будем ставить, наверное, вот вообще вот в стену, чтобы помещалось гораздо больше, чем может поместиться. То есть здесь как бы можно пихать в стену всё. И будет всё классно. Хочу заметить, что денюжка на нашем банковском счёте, по-моему, увеличивается. По-моему, увеличивается. Если мне, ну, как бы, не кажется. А мне не кажется. Банковский счёт наш увеличивается хотя бы из-за того, что у нас куплены акции. Которые приносят аж 148 долларов в сутки. А это тебе не хухры-мухры. И это вообще не хухры-мухры. Это достаточно большая сумма. Чё-то я хотел тебе рассказать. Чё хотел рассказать, не знаю. Мне кажется, что... А, вспомнил. Писал какой-то человек про Хаус Флиппер. Хаус Флиппер, по-моему, называется игрушка. Там чё-то с домами связано. По типу... По типу ремонта домов, что ли. По-моему, я даже в такую играл игрушку. Если я, конечно, не ошибаюсь. А могу ошибаться. Это свойственно всем людям. Там, как говорится, ошибаться. Вот. И да, я, конечно, попробую в неё поиграть. Я просто не обещаю, что... Как так правильно выразиться? Что я буду её проходить. Я не обещаю, что буду проходить. Но я обещаю, что я в неё поиграю. Обязательно, как только, так сразу. Просто, понимаешь, я сейчас что-то набрал вообще игрушек. Кучу. Я понимаю, что сейчас Вальхейм вообще выходить не будет. Вальхейм выходить не будет. Хотя бы потому, что я не успеваю его записывать. Просто тупо не успеваю. С учётом того, что я ещё взял себе рафт проходить. Хоть и не настолько актуальный, но всё равно я решил его пройти. Потому что... Ну, потому что. Потому что игрушка классная. Она достойна... Ну, она достойна того, чтобы в неё поиграть. И пройти ещё раз. Как бы ничего страшного в том, что я её проходил. На запись не было прохождений. И... Так вот. Отвлекался я. И... Я говорю, мне нужно проходить ещё рафт. Я бы с радостью прошёл сейчас Хаус Флиппер. И с радостью бы прошёл... На самом деле все игрушки, если было бы на это время. Было бы на это время. Я бы прошёл сейчас всё, что можно было только пройти. Игрушка какая-то есть. Бейкери Симулятор. По-моему, она будет скоро в раннем доступе. Если... Если, опять же, я не ошибаюсь. Я очень часто повторяю, что... Ну, если я не ошибаюсь. Но... Как по мне, так... Лучше я скажу именно так. Чем потом ошибусь, так скажем. И... Наговорю какой-нибудь ерундистики. А потом... Мне скажут, что я дурак. И... Вообще-то и несёшь хероту. Вот. Бейкери Симулятор, что ли. То ли... То ли что-то такое. Вот как-то так оно называется. И как-то... Я на неё что-то посмотрел. По-моему, так оно называется. Блин, слушай. Я даже не буду врать тебе. По-моему, прикольная игрушка. Если... Чё, ты пиши там, я поиграю. Ещё какая-то игру... Игруха есть по типу Симулятор. Туалетный Симулятор я пытался запускать. Он мне что-то не понравился. Он какой-то очень... Топорный. Топорный. Очень топорный Симулятор получился. В отличие от этого, он даже хуже. То есть, если этот ещё... Ну, куда не шло. То... Тот. Вообще просто ужас какой-то. Я в него что-то поиграл минут... Минут десять. Я даже на записи записывать начал его. И мне что-то не зашло. Я перестал его записывать. Да, я перестал его записывать тупо потому что. Тупо потому что мне не зашёл. Ты, конечно, пиши. Может быть, я запишу прохождение его. Но мне кажется, что-то я там не понял. Мне кажется, там есть какой-то всё-таки смысл. И я не понял. Я купил уже себе там туалет. Я там обставил его. Но что-то люди там как-то очень медленно ходят. Они заходят к тебе там раз в день. Они оставляют тебе какие-то пять рублей, чтобы... Ты не знаешь, что на эти пять рублей можно там купить. Что-то мало они оставляют этих чаевых, не чаевых. Оплату за туалет. Мало, очень маленькие деньги. И поэтому... Поэтому, наверное, мне показалось, что игра бессмысленной. И я её как-то обошёл стороной. Также я хотел ещё поиграть во что-то. Просто пока строить планы рано. Давай попробуем хотя бы пройти до конца вот эту вот чудо-игру. Нам нужно эту завершить. И будет классно. Если мы вот эту закончим, знаешь, хотя бы серии ещё за три. В этой серии мы попробуем купить полочек. Полочек, много купить полочек. Чтобы они у нас, так сказать, стояли. Всё у нас на полочке, чтобы всё было красиво. Сейчас у нас уже 2900 есть. Давай 1400 накопим. И поедем за полками. По крайней мере, знаешь, почему? Потому что... Потому что... Потому что если мы поедем за полками и купим полочки в этой серии, я думаю, многие будут рады полочкам. Потому что полочки, мне кажется, ждут уже вся же со второй, наверное, серии. Или с третьей. И с какой-то мне там пишут уже. Хрен знает, сколько лет уже пишут. Нет, лет 10 уже пишут про то, что нужно купить полки. А я знаю, что нужно купить полки. Просто у них нет смысла. Понимаешь? Ещё раз повторю тебе. Нет смысла в них. Вот. Чё ещё хотел сказать? Чё-то же ведь хотел сказать. Наверняка, чё ты хотел. Чё забыл? Ты представляешь? Забыл. Забыл. П-п-п-п-п-п-п-п-п. Ну. По поводу... По поводу... Слушай, по поводу чего-то я ещё хотел сказать. По поводу или без повода. Даже хрен сейчас вспомнит, что я хотел сказать. А, да. Я, кстати, напихал в машину 34 коробки, по-моему. Или 36 коробок. 36 коробок. 36 коробок в обычную машину влезает. Нет. Ну, как там 36 коробок? Там было... 4 коробки из них были овощи. Ну, я думаю, это всё равно достаточно хороший результат. Потому что... Попробуй только 36 коробок в жизни и засунь в машину. Какая машина должна быть? Огроменная. Огроменная машина должна быть. Чтобы засунуть в неё 36 коробок с продуктами. Это огромное количество. А мы засунули. А знаешь почему? Потому что мы можем. Потому что мы можем, умеем, практикуем. И это... Это хорошо. Это здорово. Вот. Смотри, спрей разлетается только в путь. Он заканчивается у нас с такой скоростью неимоверной, что, мам, не горюй. Что просто вот прям... Ух! Тунца давай расставим. Давай я сейчас не буду ровно расставлять особо. Прям совсем ровно не буду расставлять. Но просто это занимает... Хотя... Блять, я даже не знаю, ровно-неровно. Будем расставлять так, как получится. Просто я нажимаю обычно макросовской сейчас кнопкой, которая два раз кликает. И мне гораздо проще. Два раза вот так вот пальцем не нужно делать. И получается... Раз нажал, и она поставилась сразу. Эта коробочка... Мужик, уходи! Ты что здесь забыл? Я расставляю кукурузку. Что-то не видишь, что ли? Вот. И получается, что я экономлю, так скажем, силы, время... Сил я много сэкономил, конечно. Сил, время и... Терпелку свою я экономлю. Потому что... Дядя... А, дядь, уходи! Да, хочу заметить, нам хватает денег, чтобы оплачивать коммуналку... Ой, коммуналку. Оплачивать работу наших сотрудников просто тупо с нашей этой... Как ее называют? С наших акций. Ноутбук давай возьмем. Посмотрим, когда же нам перепадало... Перепадали денюжки с акций. И сколько? Эспрессо-машины, газеты, яблоки, морепродукты, макароны, андулин, спрей, солнцезащитные очки, коки, файлы, апельсин, пшеничные печенья. Что-то все... Трейдинг компани 150. Смотри-ка, даже иногда 150. То есть, в тот раз было 148, если мне память не изменяет. У нас оставалось минус 2 доллара. Да, это мне память точно не изменяет. Эти минус 2 доллара я запомнил. Томатная паста, горох. Горох, мне нужен горох. Я буду расставлять горох. Но он давай будет стоять рядом с кукурузкой. Кукурузкой. Чтобы... Чтобы... Да просто чтобы было. Чем мы тут, блин? Профессионалы, что ли, своего дела? Я не знаю. Я же обычный ИПшник. Ну, не ИПшник даже, там, ОООшник, я не знаю. Кому там. Да ИПшник, я обычный палатку открыл свою и... Живу себе. Как я товар? Кто меня научил товар расставлять? В школе ИП нет такого. Нету там этих обучений, как товар расставлять правильно. Индивидуальный предприниматель, он, по-моему... Подожди, он может... А, да, он может нанимать сотрудников себя. Поэтому вполне себе мы можем быть ИПшник. ИПшниками мы можем быть, говорю. Сейчас я вот не использую макрос, поэтому у меня получается ровно расставлять. А когда макрос я использую, получается вот это вот. Видишь, неровненько немножко поставилось. Хотя там тоже не особо ровненько. Ну и ладно. Как бы никто всё на меня этого не замечает. Покупатель на нашем дофене. А нам... Ну не прямо уж дофене, но тоже уже... Дядь, я ровно хочу поставить. В конце концов, зачем ты сюда припёрся? Ты не видишь, я занят своей работой. Если бы ты бы мне помог, а потом уже купил у меня что-то, я бы был тебе благодарен. Я, кстати, так обновления и не прочитал, которые будут в апреле. Там, видать, что-то очень крупное обновление. Писал ещё один человек мне в комментариях, которого, кстати, YouTube тоже забанил. Ну не то, чтобы забанил, а просто удалил комментарий. Ребятки, ну вы же сами прекрасно понимаете, что такие комментарии, они не проходят. Вы либо пишите каким-нибудь, не знаю, там... Флудом просто каким-нибудь по несколько сообщений. Спамьте, там... Я за это особо не ругаюсь. И пусть будет комментарий в больше-больше... Больше толку, больше активности. Как бы здорово. И мне приятно, что вы там комментируете. Вроде как активность какая-то липовая, хоть она создаётся. А то вы, блин, пытаетесь запихать сюда огромный один комментарий. Вы сюда ещё Льва Толстого, блин, Войну и Мир скопируете, я не знаю. Конечно же, не будет оно пропускаться. Пропускаться не будет, такой текст. Чё вы хотите-то? Я, блин, пока расставлял, уже всё купили. Вот тут вот этого печенья было, знаешь, сколько? Две коробки я выставлял. Две коробки, если я не ошибаюсь, выставлял. Вот этого печенья тоже две коробки выставлял. Макарошек две коробки выставлял. Остался хер да нихера. Ну чай с кофейником у нас есть. Соль, сахар, мука, печеньки тоже все есть. Ряженки наши, это как йогурт, осталось тоже. Немножечко. Опа, яйца. Яйца, слушай, яйца-то кончились, яйца-то, слушай. А-а-а-а, нет. А где я? Овощи, фрукты тоже кончились? Тоже раскупили, смотри-ка. Ладно, яйца давай будут храниться у нас не в холодильнике, а просто так. Странно, что яйцам не нужен какой-то особенный климат, так сказать. Им не нужны особые условия хранения. Они живут спокойно и вот в таких условиях. Возможно, так и нужно. Главное, чтобы никто не вылупился. Хотя потом тогда курями будем торговать, чё ж уж. Хуже-то они точно никому не станут. Сколько же там их есть-то? Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Девять, а, значит, один остался, да. Один лоток. А сколько здесь продают-то? Двенадцать. Раз-два-три, раз-два-три, да, всё верно. Чипсов тоже две коробки было. Вообще всё разобрали, подчистую. Видимо, меня было гораздо больше, чем... Меня не было гораздо дольше, чем... Два часа, потому что раскупили всё как здрасте. Вот мы сейчас... Как это сказать правильно? Расставляем вот так вот товары по-уродски. Но... Прямо вот уже в скором времени мы поедем за полочками и... Будем расставлять всё на полочке. Три девятьсот у нас уже есть. Остался косарик накопить и будет классно. Будет классно, просто будет классно. Мясо, солд за шестьдесят два. Ну, ну, это уже прогресс. Это уже, я считаю, победа. Нет апельсина, сейчас... А, я покупал-то тогда ещё, ёлки зелёные. У меня нет тортов, апельсинов и ещё чего-то. Ну-ка, а что это такое? Это фри, это вафли. Угу. Ну, смотри, значит. Я считаю, что вот сюда вот можно забацать холодильник. Вот сюда можно холодильник прилепить у входа. Здесь будет огромная... Такая там есть не столешница, а стеллаж такой огромный. Как холодильник тоже, только стеллаж. Сейчас посмотрим, поедем в магазин и посмотрим, что там есть. Просто на моей памяти уже... Ну, то есть я не помню особо, что там было, что там не было. Соберём и поехали. Поехали, ладно, давай сейчас поедем, посмотрим. Так, у нас заправки не нужны. Заправки не нужны, починки не нужны. Ну, погнали. Так и вот, мы приехали в... В этот... В магазинчик. Блин, ещё и жрать захотели. Вот, не здорово. Смотри, здесь есть вот такой холодильник. Это как у нас сейчас стоит. А есть вот такая вот хрена за 1750. Я думаю, что вот такую вот хрена нам точно нужно купить. И вот такой стеллаж нам нужно купить. Но он, блин, двусторонний. Мне нужен односторонний такой же. Вот по типу вот таких вот полочек мне нужно. Или вот по типу... Во-во-во-во-во. Вот такой вот мне нужен стеллажик. Или вот такой вот стеллажик. Маленькая настенная полка. Маленькая настенная полка. Средняя полка. А чем маленькая? А, это всё большая настенная. Большая от средней чем отличается? Она же не сильно больше-то. Я понимаю, большая от маленькой отличается. А средней чем он отличается? Средняя, средняя, большая. Подожди. Чего средняя дороже, чем большая? А, потому что это средняя полка А это настенная полка А, на двусторонней Вот, что я туплю-то Что там, птиц держат, что ли? Чего они там сидят, орут? О Кончились Пиликать начало, сейчас у нас Сейчас у нас закончилась Стеллаж для хранения А, наверное, этот стеллаж для хранения Как раз 150, это 175 Что-то здесь ценообразование какое-то дикое Маленькая полка для банок Вот, давай полку для банок закупим Думаю, что нам нужна будет вот такая полка для банок Большая консервная полка Давай ее купим Пусть будет Пусть будет, хуже не будет Мы, знаешь, уже денег зарабатывали много Поэтому вообще все отлично у нас Холодос, давай купим вот этот Да, да, нет, у нас останется 2000 долларов А этого нам хватит, даже не знаю Сейчас бы Блин, подставку для хлеба Подставка для хлеба нам сейчас не критична Она пусть будет, но Потом Потом купим, короче Холодильник Холодильник Это одинаковые холодильники? Правильно же, ведь Холодильник 2 Просто он и называется Холодильник 2 Это холодильник 1 А это холодильник 2 Ну Блин Ну надо, наверное, купить Блин, давай купим Купим Все, ну Че ж уж приехали Знаешь, че гулять-то гулять Наставим сейчас товаров на них Да и Стыканем Как говорится Пусть Стоит Пусть стоит Полку на стену мы не покупали А у нас есть Вот эта вот ерунда И вот Холодильник Вот эта купим И купим, наверное Давай Вот Эту полку Пока что нам хватит Посередине магазина Посреди магазина Мы ничего ставить не будем У нас остались деньги на закупку И я думаю, что Что если че Что мы купим Обязательно Как бы Как бы так сказать Обязательно в этой серии Купим еще один магазин Ой, магазин Блин, уже все заговорился Обязательно купим еще полочек Но Просто Просто Пока что я не вижу Смысла тратить столько денег На то, чтобы купить На то, чтобы купить Полок Много-много-много А потом Было, чтобы нечего Нам на них складывать Вот Мы сейчас едем в магазин Затариваться, так скажем А Потом Мы едем в наш магазин Раскладывать Товар на новой полочке Чтобы было все красиво И, наверное, на этом Мы закончим уже серию Думаю, в этой серии Мы не будем Что больше покупать Из полок А вот следующий Да, в следующий Пожалуйста В следующий, думаю Будет вообще все классно Да, 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 да Именно так Кукурузные хлопья Там, говорят Заканчиваются Давай купим Две кукурузные хлопины И давай купим Что там Там химия Что-то вся закончилась По-моему, да Порошки Херешки Кончились то есть вот это кончилось тоже все нет ничего вот это по моему кончился с этого не купил еще блин очищающий спрей не купил нет не купил один купим очищающий спрей чтобы много денежек на него не тратить печенюшки если я их не покупал может и покупал хрен его знает тебе нужно ванным мороженого меня нет мороженого меня нет в животе урчит как будто прям все сейчас помираю муку купим вот это купим палочек хлебных купим все купим знаешь вот потому что можем потому что можем соль мне не нужна не нужна газировочка не нужна да еще газировочка давай еще чайку и кофейку и йогурта чем нет знаешь просто пусть стоит хуже то никому не станет от того что у нас будет лишняя коробка продуктов верно верно первым делом первым делом самолета мы ставим вот сюда вот три коробки и вот сюда вот еще три коробки для того чтобы за ними не ходить бегать не могу ты тут уже неприятно я привык бегать я привык уже что я могу бегать постоянно потому что я ем я же ведь не голодаю я же ведь теперь не голодаю я теперь мажорю я теперь покупаю бутерброды у нашего этого около магазина за 60 там с чем-то долларов и могу себе позволить вообще-то у меня все-таки бизнес открыл вот как бы так сказать тебе по-хорошему сейчас расставим товар может даже кто-то обрадуется тому что наконец-то в моем магазине появились полки наконец-то я не буду складывать что-то на пол я сам наверно обрадуюсь пока еще неизвестно правда но может быть обрадуюсь как все выглядеть будет я хочу просто посмотреть холодильник хочу поставить первую очередь и заложить его я же ничего даже не купил в холодильник кроме мороженого кроме мороженого ничего не купил значит нужно что-то сейчас купить ну у меня есть денежка какая-то есть какая-то денежка я не побоюсь ее сейчас потратить на замороженные продукты да потому что ну потому что потому что в любом случае это будем покупать в любом случае будем это тратить в любом случае будем это продавать и поэтому какой смысл сейчас экономить на товарах для заморозки да если мы все равно их будем покупать зачем зачем экономить давай вот сюда вот наложим андулин купим купим на мне денег кончаются уже кексов купим не знаю и были по моему меня или вот были вафли или что-то еще было у меня все уже было все есть все есть все что может было все о чем читать можно только все дружище давай пока я поехал поехал в магазин пойду сейчас расставлять товар на новые холодильнички ты сам представляешь что сейчас будет происходить холодильнички холодильнички полочки красота таки вот я приехал в магазин пойду сейчас по ем он все делать на растительном масле вот этот мужчина вишь даже он закупает у меня масло специально и продай блин это классная штука наверное вкусный этот сыром картошка блин классно выглядит вкусно по крайней мере очень вкусно потому что на самом деле она не вкусная мягкая как каша не знаю даже что у них у всех одна прическа на троих у четверых у них вроде есть другие прически нет да есть вон там стоит нормальный прическа в чем проблема купите такую же хотел сказать надо в туалет сходить и в ванную и тогда наш главный герой сможет бегать и тогда мы сможем спокойно со спокойной душу чипсы r со спокойной душой спокойной душой расставлять товары вот все побежали 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 давай для начала так это полка для консервов место ей будет у нас блин а куда будете по вот сюда наверное и залепить чтобы она стояла вот где-то здесь потому что она же ведь как сказать да что ты забери она живет сделано консервы консервы это хрень такая которая не портится правильно и которая должна которая никому ничего не должна просто полка будет с консервами стоять у нас на выходе вот и все как бы пишите там нравится вам не нравится мои всякие эти придумки а я же брал его елки зеленые как взять 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 пишите нравится вам не нравится мои идеи по поводу установок всяких там этих блин вот на какой дегенерат придумал такой способ установки ох блин понятно все ясно застрял блин понимаешь это это же не ровно елки-палки ну и он же ведь не ставится как продукт и уже нельзя просто взять и поэтому нужно 2 инвентарь убирать постоянно вот так да да или нет блин тут он прям в притирку со стеной стоит там он приняв притирку со стеной стоит и как жить теперь или будем это не замечать может давай не будем это замечать ну и нафиг кстати вон там вот нас обманули полк на одну полку меньше по моему нет или все-таки нет тут стекло ли не стекло кстати консерв я не купил чтобы ставить то в эту пол в эту в эту полку вот это для незадачка конечно да блин у криво криво все заново и отмена дед монадолго здесь вот так мне кажется вообще отлично да здесь почти здесь вообще нет зазора и здесь вообще нет зазор ты смотри как красиво ты смотри какая красота слишком приторно мне кажется выглядит ладно это я надолго тогда если я так буду буду делать так вот это вот настенная полка она будет стоять вот здесь потому что здесь вот будет вся эта шняга дри буддистика вот этот стоять блин 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 а куда а куда вот этот вот вот этот вот поставить давай они будут стоять как раз таки вот здесь а вот устенная полка устенная именно устенная полка она будет ночь наступила этот поворот раунда давай вот это вот поставим вот сюда типа пусть стоит здесь наставим сюда вот сюда вот и сюда третью поставим я думаю это будет самое логичное их размещение так как они полукруглые их посередине поставишь верно верно а если посередине поставишь начну же ставить у стены а у стены это здесь потому что здесь вот мы это пока еще не делал не организовываем место а здесь будет наш кабинет собственно говоря с компьютером с компьютером это обязательно собрать тысячу аж долларов тысячи долларов блин я думаю побольше хоть соберем то что как не укладываясь бюджет в свой я надо надо блин покупать сейчас ехать уже все затариваться а у нас денег ты нет ни черта у нас денег ни черта не то уже сроки поджимают сроки поджимают нужно уже следующую сейчас снимать в которой мы будем должны купить себе хотя бы мопед какой-нибудь не знаю сраненький чтобы блин чтобы блин был он у нас ну или полочек каких-нибудь я не знаю зачем нам полочки если мы в таких количествах грузовик надо купить вот что надо купить грузовик все очень хотят не то чтобы хотят прям все но мало кто может это сделать класс вот так и установим классно классно но криво же криво криво здесь зазор маленький здесь зазор не видно она здесь тоже маленький чуть побольше конечно но но он тоже маленький да блин ну ладно ровно стоит и самое главное что хочу самый главный то блять могу криво поставили что-то что поставим то здесь розетка здесь розетка здесь не нужно ничего ставить блин но у меня прям гложет вот это место вот здесь быть не должно давай холодильник этот поставим вкладную к стеночке хотя бы не знаю хотя бы потому что блин легко стеночки поставить а у той этой стенке он влепит влезет нет годи нет хер он здесь влезет и вот здесь он не влезет до этой стенки то есть его по хорошему нужно ставить вот сюда вот так ровно ровно вот как мне вот это сделать как мне от отстрелять так чтобы она стояла ровно это бандурина вот так ровно здесь зазора нет а здесь зазора не посмотришь я думаю что тоже нет хотя посмотришь чтоб не посмотришь то здесь тоже зазор нет и стены не выпирает вообще красота вот тут вот маленький промежуток есть но это из-за того что здесь как косяк еще стенки неровные нахрена это колоннами этими сделали не ясно не ясно ладненько а осталось только вот этот пристроить пристроить вот эту хреновину и целом думаю так но здесь будут холодосы стоять здесь ни к чему это штуковина а вот вполне себе вот блин куда бы вот ее бы так вот прям чтобы она вот закройте дверь пожалуйста дорогие друзья дорогие мои сейчас мы поставим так что она вообще будет стоять ровнее ровнее почему-то блин он за нижний угол ее цепляет мне неудобно ее ставить понимаешь вот неудобно 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 вот так наверное да зазор нет зазор нет красота и стоит ровненько а всегда у вторую поставим вот с маленьким промежутком но в прикирку к двери дверь открывается ровно дверь открывается но в целом да в целом ровно открывается дверь значит мы сможем поставить к двери еще одну такую штуковину а сюда поставим чтобы сюда поставить ничего не поставить сюда поставим ничего давай вот нет консерван нахрен пусть эти все все распродаются а А новые коробки мы еще не разгрузили. Это очищающий спрей. Мы ставим вон туда его. Кола. Кола вот сюда, потому что колу еще у нас не придумано, куда ставить. Это все туда. Это мы ставим пока вот сюда, чтобы это не мельтешило перед глазами. Чтобы не было у нас вот этого вот... Как правильно сказать? Как бы так правильно сказать? Не было у нас высоких гор, короче. Сахар. Сахар, да, тоже сюда. Правильно. Фри. Это заморозка. Это вон туда. Молоко тоже, кстати, в морозилку. Мы же много чего купили в морозилку. Вот этого тоже в морозилку. Мука. Это вот на вот этот вот стеллажик новый наш поставим. Кексы тоже на стеллажик новый на морозилку, в холодильник. Кола пока пусть стоит вот тут, пока еще не определил, куда ее засунуть. Чай пусть тут стоит. Ведро для чего? Матерук я взял. Вместо мороженого взял матерук. Молодец, молодец. Скушу, у меня мытья рук-то. Открой. Мытья рук. Печенье пшеничное. Также оставим вот здесь. С чаем вместе. Соль на стеллаж. Соль на новенький стеллаж. Это у нас хребетные палочки, соль, мука и сахар. Макарошки. Тоже на стеллаж. Я думаю, что... Блин, я думаю, что нужно было бы два стеллажа таких купить. Кофе. Кофе мы пока еще не придумали, но он тоже будет вместе с чаем и печеньками. Йогурты пока не решено, но пусть пока в морозилке постоят. Ну, знаешь, типа, место есть в морозилке, почему нет? Почему бы туда их не поставить? Что-то голос куда-то пробовал. А, у меня же есть целый стеллаж. Вон он еще. Кукурузный хлопья также туда. Два, 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 две единицы, две коробки с кукурузными хлопушками. Для химии, я думаю, нужно будет покупать этот, знаешь, двусторонний такой. И поставить его куда-нибудь вот, не знаю, вот так вот поставить его, чтобы здесь вот люди ходили. Вот так вот его присобачить. Или вот здесь... Нет, здесь у нас жрачка. Здесь жрачка, срачка, все, короче, продается вот такое. А здесь вот по-хорошему стенку, блядь, от этого, от, 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 с этого, от... Угу. И будет классно. Давай расставлять товары. Нет, давай вот начнем с морозилки. Чтобы посмотреть, как все это классно будет выглядеть. Нет, мы русские люди, мы обычные люди и читаем слева направо, поэтому будем расставлять слева, слева, говорю, направо, слева, говорю, направо. Класс. Смотри, сколько будет колбасы у нас помещаться в холодильник. Это же ведь красота. Мы можем только колбасой один, весь холодильник забить и продавать. И, пожалуйста, торгуй, не хочу. Торгуй, не хочу, принимаешь, понимаешь? В следующей серии, значит, забацаем этот большой драндулет, затаримся огромным количеством продуктов. Ну, если деньги будут, конечно, не загадываемся. И тогда уже будет вообще все классно. А пока что я вот... Давай расставим с тобой. Расставим, не будем, так сказать, тратить время зря. Тем более, запись-то уже идет. А если запись идет, значит, ты меня смотришь. А если ты меня смотришь, то смотри, как я красиво расставляю продукты. Я сейчас буду бомбить, если мне один йогурт не влезет. Ладно, влезло, уже хорошо. Не, ну на самом деле он здоровый холодильник. Реально здоровый холодильник. Прямо под две коробки продукта можно одну ячейку использовать. Смотри, сколько здесь можно засунуть всего. А если затариться и... У меня сейчас запись просто слетела. И я не понял, почему у меня... Ай, блин, я аж испугался. Думал, зависла игра. Ты представляешь? Думал, зависла игра. Это, блин, крах был бы. У меня просто уже было такое. Я уже на это, как это сказать, научен жизнью. У меня слетала эта игрушка. Я сидел полтора часа, куковал, пока... Ну, там, денежки накапают, все дела. Я же все-таки не читер какой-то, да? Не использую чит-энжены, которые мне советовали в первой серии или во второй серии. Короче, давным-давно-давно. Я человек честный. Я трачу свое время, но все-таки, знаешь, честным путем добиваюсь какого-то успеха. Что это за изгой красный, ну? Добиваюсь успеха. И, короче, сидел, ждал. Ждал себе, никого не трогал. Я немножечко отодвинем вот так вот. Смотрю, играется игра. Товары продаются. Ну, сижу за компьютером, там, в телефоне что-то делаю. Захотел потрогать... Это, ну, пошевелиться с персонажем, собрать прибыль, там все дела. И, короче, мышка не работает, клавиатура не работает, alt, control, delete не работает. Все. Зависла игрушка. И пришлось, короче, мне перезагружать компьютер. Ничего не сохранилось. Ну, сохранилось там что-то очень давным-давно. Автосейвом, я так понял, все это дело прошло. Но было очень неприятно. С учетом того, что, опять же, все прекрасно знают, как загружается эта игра. Она загружается с утра. С тебя списывают коммуналку. Ну, эту... С тебя списывают повторно за персонал. С тебя списывают повторно за... За все, короче. Ой, блин, я шикаю. За все, короче, за то, что ты не должен. И за все, что должен списывают. Блин, вот картошка фри, конечно, не влезает. Не влезает картошка фри. Представляешь, не влезает картошка фри. Обидно. Обидно. Говорю, обидно же. И одна штука не влезла. Ну, это несерьезно. Ладно, давай вот этот вот нижний ряд оставим для него. Точнее, для нее, для картошки фри. Молока можно затарить. Аж сюда пять коробок, наверное. Пять коробок молока можно захерачить сюда, и будет счастье. Люди будут приходить, покупать молоко, будут радоваться. Говорить, ой, спасибо, как хорошо. Свеженькое, наверное. Я буду говорить, а в том году купил. Самое свежее. Ультрапастеризованное, фильтрованное, светлое. Там какое-то молоко. Оно сейчас вообще хранится, мне кажется, по 10 лет, это молоко. Потому что там упаковки какие-то чудесные. И молоко само не из молока вовсе. А из порошка, из всякого. Короче, обман кругом. Обман. Никому нельзя доверять, кроме самого себя. Даже самого себе не всегда доверяй. Мало ли, ты сам себя обманываешь. Говорит, что все хорошо, на самом деле все плохо. Но нет, на самом деле все хорошо, поэтому не переживай. Все будет хорошо. Наверное. Блин, я вот здесь вот далеко поставил, поэтому мне там не влезет пачка. Ну ладно. Ничего страшного, я считаю, в этом нет. Не пишется на них, что... Да, все, все внутри холодильника. А то мне показалось, что... Он пишет, что необходим холодильник. И мол... Ставь давай в холодильник. Вот так. Так, в холодос мы все расставили. Да, кукурузные хлопушки будем расставлять. Смотри, время, уже опять рабочий день начинается. Это уже... Это уже какой рабочий? Это мы два дня, считай, снимаем, да? Два дня снимаем. 200 долларов на счете. Ничего себе класс как. Классно-то как. О, блядь. Смотри, богачи какие. Кофеек, ладно, кофеек мы тут оставим пока что. Мука, макароны, это все вон туда. Так, а этот стеллаж получается весь под... Весь под хлопушки? Да под шоколад, наверное. И кто тебя так развернул? Ты расскажешь мне, нет? Ну? Ставься давай. Не дури. Блин, мне кажется, если мы будем так ровно расставлять все товары, то... Наш магазин будет в убытке. Потому что мы тратим на весь этот процесс львиную долю времени всей работы. Короче. Блин. Но мне нравится, когда все ровно стоит. И, блин, мне нравится, что... Опять компьютер решил мне скинуть эту. Представляешь, что-то с ним неладное творится. То ли он антивирус там что-то придумывает. Надо его отключать нахер во время записи, потому что он что-то неладное творит. По-моему, с моим компьютером. Это антивирус. У тебя есть антивирус на компьютере? Просто если есть, то... Нахер, удаляй его. Потому что у меня не было антивируса никогда в жизни. И не надо его, антивируса этого. Ну, хотя, знаешь, иногда помогает. Иногда он нужен. А вот я его скачал тупо для проверки. Я не скачал его, чтобы он у меня там, не знаю... Каждый день там по 10 раз проверял мой компьютер. Мне это не уперлось. Я ничего такого нового-то не качаю на компьютер. А он все равно зачем-то проверяет по какому-то своему там графику. Хотя в графике у него написано, что он аж в декабре 21-го года будет проверять мой компьютер повторно. То есть вчера он проверил и сказал... Все, у тебя нормально там все, давай. Не болей, говорит. Вообще огонь. Немножечко повыше, чем нужно, но и ладно. Вот. И сказал, говорит, я тебя буду проверять, теперь только он. Хер знает когда. Я ему говорю, ага, давай, хорошо. Проверяй. А у меня тогда срок лицензии истечет, и будет у меня... Не будет у меня этого антивируса уже сто раз. Кто за антивирус вообще тысячу в год платит? Это же вообще трындец. Тысяча в год за антивирус, блядь. Как будто я не знаю. Как будто со мной персонально человек стоит и, блин, говорит, что качать, что не качать. Антивирус они делают за тысячу рублей. В год, блин, в год тысячу рублей. Это вообще не стыдно, не совести у людей. Так, сахарок с другой стороны от соли. Наставим сейчас. Не будем... Надо ровностью, не ровностью, потому что это сахар, соль, вот эти мелочи. Они пусть стоят как стоят. Они и так в целом неплохо стоят. Самое главное, чтобы пополам. Ну, почти пополам. Вот, чтобы соль и сахар с разных сторон стояли. Этот сахар пусть, думаю, продается. Хлебные палочки мы расставляем вот сюда. Я бы на самом деле скопировал магазин у Джаббера. У Джаббера очень даже неплохой магазин, но он у него сделан. Он не выживет, так сказать, этот магазин. Потому что у него холодильников количество маленькое. Да ладно тебе, ты чего придумал-то? Какое электричество? Маленькое количество холодильников, и у него товаров в этих холодильниках мало. И в стеллажах мало товаров. А не просто типа, знаешь, витринные образцы. Там нет... Ну, там... Либо заколебешься выкладывать этот товар, либо же ты просто прогоришь. Хлебные палочки еще делаются из муки. Из муки, из муки. Вот, и будем муку рядом с хлебными палочками. Вот по такому принципу выкладывать. Вот. Разложим сейчас. Будет все классненько у нас. Будет все у нас здорово. Вот тут вот у нас будет все здорово. И вот... Блин, вот ну... Ладненько, ладненько. Давай вот сюда поставим. Макарошки будем ставить на верхнюю полку. Ну, не прямо на верхнюю. Верхнюю-то вот она. Она-то как-то туда-туда достает. Я не знаю. Макарошки. Макарошки ставим вот сюда. Хоть я и сказал, что мы с ровностью не заморачиваемся. Но все-таки я стараюсь ставить ровно, хотя бы чтобы... Ну, чтобы выглядело это приятно. Кастомер. Но банан. Нет бананов, потому что я овощи... Ой, овощи с фруктами не покупал. Естественно, нет. Пшеничное печенье. Давай пшеничное печенье вот сюда. Кофеек. Давай тоже сюда. А вот чай. Чай мы вот сюда пока поставим. Консервов у нас нет. Консервы у нас... Дружище, ты то ли дурак, блядь, то ли меня не видел. Я стоял прям перед тобой. Ты появился и оказался наоборот. Передо мной. Это прям вообще некрасиво с твоей стороны было. Вот ты, блин, дурак? Нет. Я вот сюда хотел поставить, а ты меня сбил. Ты вообще, блин, не понимаешь всей серьезности ситуации. Мы раскладываем товары. А это тебе не это... Не в носу ковыряться. Это требует какой-то, не знаю, сноровки, что ли. Сноровки, навыков и вообще... Хотя бы минимальных навыков этого... Моторики каких-то... Какой-то моторики. Чтоб пальцы там гнулись. Чай. Чай у нас пока есть. Нет растительного масла большого. Так и не надо оно тебе. Покупай давай. Тоже нет чего-то. Бананов нет. Чего я вам бананы эти приспичивал так покупать? Любимой девушке, говорит, я имя написал. Не прогоняй меня, Мороз. Хочу побыть немного. Я на белом-белом покрывали января. Но в целом-то... Бляха-муха. Ставься. Вот так вот. Ставься, ну. Блин. Места-то не хватает. Это что же такое-то? Ну. Это получается, что вот обман. Обман. Среди бела дня. Давай вот так вот залепим. И ставить больше ничего не будем. Поставим вот сюда вот карабенцию. Чтобы она там стояла. А вот кофеёк поместится. Кофеёк здорово помещается. Нужна ещё маленькая какая-нибудь полочка. Или... Не знаю. Надо что-то, короче, сюда присобачить. Чтобы раскладывать. Чтобы что-то раскладывать, короче. Я пока ещё не придумал, как что будет... Как что будет стоять. Ну, я думаю, пока что в целом нормально. Вот это вот пойдёт на превьюшку у нас. Большой холодильник. Большой холодильник. И... Блин. Мы ещё не выставили аж целую химию. Не выставили. Представляешь? Ты представляешь? Мы не выставили химию. И это очень плохо. Я думал, что мы уже всё сделали. А мы ещё нихрена не сделали. Ладненько, давай выставим. Выставим. И следующую серию начнём. Ну, как начнём? Подготовимся к следующей серии. Ты подготовишься, я подготовлюсь. Там все дела. Там ты... Пыры, тролли-вали. Угу. 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 Ну, это несерьёзно, но... Поставишься ты, нет, сюда вот. Это прям... Издевательство какое-то, на самом деле. Почему нельзя было, знаешь, какую... Не знаю, как... Как бы так сказать. В настройках какую-нибудь галочку сделать. Привязывать к точкам каким-нибудь. Или чего-то... Чё-нибудь такое. Ну, как вот в фотошопе, там, например. Или где-нибудь, типа... Ты тянешь что-то, он такой... Хоп. К середине привязал. Хоп. К краю привязал. Хоп. К какому-нибудь тексту привязал. Хоп. Ещё какой-то точке привязал. Хоп. К картинке там. И всё. И проблем бы не было. Здесь вот сделать какую-нибудь привязку. Вот, чтобы он вот относительно вот этой вот... Ерундовины привязывал. И... Цены бы не было этой игре. Цены бы не было. Тогда бы она стоила эти сраные 400 рублей. А пока что... Пока что... Ну, посмотрим ещё, что будет в обновлении. Я, как уже говорил, не смотрел. Чё там в обновлениях писали. Я не читал. Не писал. Не думал. Ничего не делал. Я просто знаю, что будет это обновление апрельское. И якобы оно будет очень крупное. И якобы в нём там будет что-то прям вообще... Нихрена себе, как много всего интересного. Мы в этом убедимся. Как только обновление выйдет, мы обязательно этим займёмся. Убедимся, что там вышло реально что-то стоящее. А пока что мы можем лишь догадываться, что там будет. Может, какую-нибудь животину добавит. Может, что-нибудь... Не знаю. Может, магазин какие-нибудь соседние откроет. Конкуренция какая-нибудь, не знаю. Кредит побольше. Там, машин поменьше. Физику поправят. То есть, сейчас физика в этой игре хромает больше всего. Логика. Если не считать логики. То физика – самый страшный проблем в этой игре. А так, да, логики здесь тоже как таковой нет. Здесь просто нужно что-то делать, и что-то получится. Приходить к какому-то результату с помощью каких-то действий. Как бы эти действия не всегда... Как бы правильно так выразиться? Чем-то обоснованные, по крайней мере, опять же, логикой. Они не всегда обоснованы, но... Но... Но, ну чё, но-то, я говорю как есть. В этой игре... Логики ноль. В этой игре... Я бы добавил, чтобы покупатели ходили, выбирали. И могли по нескольких товаров покупать. Чтобы у них были какие-то желания, предложения. Не знаю, там... Чтобы у них вот от этих всех стеллажей прибавлялась там, не знаю, какая-нибудь статистика. Не статистика, а... Какая-нибудь характеристика у них была по типу счастье в магазине, там, или что-то ещё подобное. И они бы ходили здесь, не знаю, больше денег оставляли. Там корзиночку для жертвоприношения... Бля, жертвоприношения для подношения какой-нибудь сделать. Было бы здорово. А пока что эта игра очень сырая, и мы надеемся, что она будет гораздо лучше. И давайте мы с вами попрощаемся. Поставь лайк, подпишись на канал. Посмотри видео до этого, посмотри видео после этого. Поделись с друзьями. И увидимся с тобой в следующей серии, в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok